Украинский суд самый гуманный суд в мире. Как минимум он способен за считанные часы поставить на ноги тяжело больного. Медицинско-судебная эпопея с Романом Насировым продолжается. Но прежде чем рассказать о еще одном дне из жизни этого пациента, напомню вкратце историю болезни, которая по странному стечению обстоятельств настигла его одновременно с обвинениями НАБУ. Итак, еще в четверг Насиров в реанимации, в критическом состоянии, якобы с инфарктом. В пятницу его увозят в институт кардиологии, почему-то без медицинских документов. Оттуда на каталке в суд, избирать меру пресечения. Но слушанги никак не начнутся, проверяют, не заминировано ли здание суда. В воскресенье снова не могут принять решение. Защита потребовала отвода судьи, а дежурного в выходной просто нет. Больной то приходит в себя, то снова теряет сознание, и меняются на нем только футболки да одеяльца. Здание суда заблокировали активисты и народные депутаты. И вот сегодня Насиров встал и пошел. И слушания продолжаются прямо в эти минуты. В здании суда находится моя коллега Анна Каменева. От нее узнаем последние подробности. Аня, здравствуй. Как проходит процесс и в каком состоянии Насиров сейчас? Добрый вечер. Заседание суда действительно все еще продолжается. Уже 10-й час, но до сих пор не дошли до основного вопроса рассмотрения именно меры пресечения подозреваемому Роману Насирову. Все это время адвокаты и прокуроры подавали разного рода ходатайства и заявления. К примеру, допросили свидетеля обвинения по этому делу. Это врач института кардиологии имени Строжевска. Именно там 4 марта медики дополнительно обследовали господина Насирова. На момент осмотра никаких объективных данных о роде жизни мы не получили. Вот это мы рефиксировали наших предметов. Мипертоническая болезнь в нашей стране страдает 12 миллионов человек. 20% вызовов скорой помощи в течение года это больные по поводу гипертонического кризиса. Тем не менее, все эти люди находятся, часть из них работают, часть из них на пенсии, часть из них выполняют психологии, страдают от такой болезни. Но на мой взгляд, это не является серьезным ограничением. Защита сразу же заявила, дескать, врач без разрешения самого Насирова рассказал его диагноз. А еще врач, который осматривал подозреваемого, не может якобы являться свидетелем в суде. И попросили адвоката судью задержать врача прямо в зале заседания. Однако врач от этого отказался, никто никого не задерживал. Судья объявил небольшой перерыв для того, чтобы подготовиться к просмотру видео, отснятого НАБУ во время задержания и оглашения подозрения господину Насирову. Однако этому помешал анонимный звонок в полицию о том, что якобы здание суда заминировано. Позвонили где-то в 17.30, правоохранители попросили всех покинуть здание суда. Однако некоторые пожелали остаться. Тут остаются сотрудники НАБУ. Шановные народные депутаты, которые могут тоже написать расписку, что они не боятся. Все, давайте оставим место на час. Уже приехали в обеотехники. Мы не знаем, какие выходы, входы из строительства. Поэтому у нас сейчас есть договоренность, что мы действительно будем какая часть людей. Если нужно, то такая проверка выйдет. Мы, вместе с моим коллегой Андреем, зайдем к пану Насирову, просто чтобы иметь визуальный контакт. Видите, что с ним все нормально, что все доброе. Ну вот, спустя 40 минут всех запустили назад в здание суда. Вызов оказался ложным. После перерыва прокуроры вышли с громким заявлением. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Судья в итоге ушел на перерыв на 15 минут, чтобы изучить дополнительные материалы. И вот только-только вернулись в зал суда, чтобы продолжить рассмотрение дела. Сейчас как раз будут смотреть, готовятся рассматривать видеоматериал о том, как же вручали подозрения самому Насирову и как его задерживали в больнице Феофании. Мы следим за этими событиями и обязательно вам все расскажем в дальнейшем выпуске. Давай договоримся, Аня, что ты нам расскажешь об этом через полчаса. Мы обязательно тебя включим в эфир во второй части выпуска. Это была Анна Каменова и Каменева, и мы с ней не прощаемся сегодня.